Один маленький, другой побольше. И в отличие от своих собратьев, эти тараканы скрываться от глаз покупателей и проверяющих не стали. Продавец мясного отдела призналась, насекомые здесь давно чувствуют себя как дома. Если столько-то лет не делали, а сейчас взялись за это, то это же так быстро не может вывестись на время. Потому что тут же все равно, сами видите, все стены, их же как выводить, как в квартире любой. Это время надо. Но по крайней мере, знаете, уже стало не так страшно. Люди порой увидят, так они, конечно, там ужасы, но это продовольственные магазины. О том, что торговый комплекс в центре Зашекснинского района атаковали насекомые, участникам проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» сообщили местные жители. Также они пожаловались на нарушение правил торговли. Яркий тому пример – овощной отдел. Здесь с большой скидкой продают гнилые бананы и лимоны с плесенью. На замечания проверяющих продавец ответила, что такие продукты пользуются большим спросом у пенсионеров. Это уцениваем товар, его берут люди, если его нет, его спрашивают, поэтому мы ставим его на витрину. По словам девушки, продавать такую продукцию ее заставляет хозяин торговой точки, а потому она решительно отказывалась снимать с прилавка гнилые фрукты. За нее это сделали ревизоры. Такой продукт не должен доходить до потребителя, так и принять и своему предпринимателю. Понятно? Поспорить с общественниками решила и сотрудница этой торговой точки. Женщина уверяет, салаты и выпечку привезли сегодня в 9 утра. Однако уже в 10 часов тары с едой оказались опустошены наполовину. Такому ажиотажу покупателей участники проекта не поверили. Кроме того, на эту продукцию найти документы не удалось. У вас просто написано от руки. Это тоже я могу написать. Это должно печататься, да? Да, на это должны быть какие-то документы, что этот салат свежий. Тем временем в другом отделе все замечания народных контролеров воспринимали адекватно. Из холодильника, предназначенного для замороженных продуктов, оперативно убрали охлажденные полуфабрикаты. А продавцы молочного отдела, в котором нашли просроченное детское питание, извинились перед потенциальными покупателями. Без лишних слов закрывали свои торговые точки и те, кто использовал в работе неповеренные весы. Их, к слову, оказалось немало. Отметим, что поверка торгового оборудования стоит около 700 рублей, в то время как за отсутствие голограммы продавцу грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Предпринимателю придется заплатить в два раза больше. После контроля закупки проверяющие пришли к выводу, что нарушений в этом торговом комплексе стало меньше. Но бизнесменам и продавцам, очевидно, есть еще над чем работать. С очередной проверкой общественники нагрянут сюда уже в следующем году. Татьяна Жданова, Анатолий Холин, Новости.